приветствую всех любителей винограда также своих подписчиков меня зовут юрий стражев и виноград и канал виноград личины сегодня у нас уже 5 июля 2018 года друзья я сегодня хочу немножко поговорить такой операции на винограде как удаление нижних листьев немножко скажу про погоду что у нас прошлись дожди как у нас говорят синоптики краткочасово амаль без перепынку где-то 5 суток примерно шли дожди то днем то ночью и как бы земля немножко промочилась это очень даже радует ну и вот сейчас вернемся к винограду зачем нужно обрывать нижние листья это как бы палка двух концов и лист в среднем живет 60 дней то есть когда лист уже начинает с точки с вегетацией когда лист пошел развиваться и до этой поры допустим проходит время 60 дней и он уже отжил свое и как бы он сейчас будет работать только сам на себя до этого лист работал на гроздь на лозу чтоб развивалась лоза гроздь сейчас он будет работать сам на себя и нам это не нужно чтобы лишнее питание куст отдавал вот этому листу поэтому его нужно удалять сейчас друзья покажу как я это делаю тут ничего такого сложного нету я смотрел принципе делают это люди по-разному некоторые сразу все обрывают все листья делают висят в районе гроздей все листья обрывают все обрывают листья поэтому я в себя так не делаю я постепенно обрываю то есть я подхожу к нижнему листу вот у нас допустим лоза вот нижний лист я и я его обрываю то есть он уже свое отжил и и он уже не нужен и так я буду проходить по целому я тут обрывал немножко по всей по всему винограднику своему я буду проходить и обрывать все листики так кстати вот смотрите но виноград замульчирован и вот если видите вот одна травка вылезла вот вторая травка все остальное здесь где ничего нету вот друзья что я хотел рассказать в этом коротком ролике что нужно листья наши обрывать повторюсь для того чтобы лучше была проветриваемость чтобы освещение для грозди было ну и уже наши гроздочки они уже будут расти они растут вернее будут наливаться скоро меняться крас и для этого мы есть нужна такая операция как удалять нижние листья на винограде еще друзья вот хочу вам рассказать вот по такой вот подложку или емкость из-под полуфабриката не знаю чего она сделана на какой-то пенопласт и пищевой для чего она нужна вот и для чего я применяю себя на винограде сейчас у нас вот особенно молодых кустах от двухлетки у меня здесь растут двухлетки здесь вот куст валёк и получается вот смотрите грозди и вернее лозы идут у нас от от головы куста и снизу и они практически лежат на земле видите на земле я тут уже часть часть гроздей про нормировал убрал и вот если сейчас у нас прошлись дожди они меня уже буквально были лежали и там грязь плесень возможно все может быть поэтому я таких моментах вот берут такие вот подложечки и вожу под ягодки посмотрите именно вожу вот так и так вот потому что вода будет скапливаться и они опять же будут гнить намокать и гнить а ложу вот таким макаром они получаются полукруглые и вода с них стекает я не ложу деревянные дощечки допустим потому что дощечка тоже возможно при дожде она возможно загниваться и не ложу металлические какие-то там подкладки из там там банки жестян или еще что-нибудь потому что металл при сильном нагреве солнце он будет нагреваться и будет наша ягода гореть от металла поэтому я применяю вот такие вот плойки из-под полуфабрикатов вот друзья если кто не знает может кому-то понадобится пригодится вернее для того чтобы как-то приподнять сгрозь чтобы она не лежала на земле потому что в основном на винограднике на больших уже у меня она лежит вернее виноград висит на первые шпалеры он не 60 сантиметров от земли ягода не касается вот на молодых кустах это вот будут это сигнальные гроздочки вот я применяю такие ложки все друзья все что хотел рассказать в этом коротком ролике ставьте лайки подписывайтесь на канал всем пока